Алексей не думал никогда, что с ним такое может приключиться. Осуждал друзей, которые изменяли жену, и считал себя примерным семьянином, пока не появилась в его жизни Аня. Ее назначили помощницей по организаторским вопросам, и им вместе приходилось проводить по многу времени. Часто Люша подвозил Аню домой, и однажды она пригласила его на кофе. Он зашел, и закрутился их роман. Он чувствовал себя гадко, подло, в жене отношения охладели из-за стыда и собственной беспомощности. Так долго продолжаться не могло. Жена начала подозревать неладное и даже пыталась вывести его на разговор, но он оправдался, а после задумался, как поступить. Жену он любил, но и Аню казалось тоже. Терять ни одну из них он не хотел, но нужно было сделать выбор, и он сделал. Решил расстаться с Аней, когда супруга забеременела. Он написал, «Прости, любимая, но я так больше не могу. Я понял, что люблю ее, что она для меня роднее и дороже. Ты знала о ней, хоть и молчала всегда, но так не может вечно быть. Я все решил, и поэтому прошу меня понять и обойтись без выяснения отношений. Я не изменю свое мнение, хоть и трудно будет тебя забыть. Пожалуйста, прости». Но по ошибке он отправил сообщение жене, а не любовнице. Недолго думая, она собрала свои вещи и уехала к родителям, адрес которых Алексей пока не знал, потому что они только что сменили квартиру. Она заблокировала его контакт и подала на развод с просьбой рассмотреть в ее отсутствии. Алексей пытался найти супругу, но не смог. Никто из общих знакомых его не поддержал. Продолжить отношения с Аней он не смог, надеясь найти жену и ребенка. И однажды он их случайно встретил. Они гуляли по парку. Сыну было уже два года. Он хотел броситься к ним, но увидел, как мальчик бежит, расставив в стороны ручонки и бросается на шею к чужому мужчине с громким счастливым криком. «Папа!» Слова застряли в горле комом. Алексей развернулся и почти бегом зашагал к выходу. Он не мог себя простить, как поступил с женой, а увидев ее и сына счастливыми с другим, проклинал себя еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова